добрый день вы на канале цветочное счастье друзья прошло уже достаточно времени с того момента как вышло видео на моем канале о пеларгония которые я посеяла в этом году и сейчас я хочу вам сделать небольшой вот такой обзор показать как растет и развивается моя рассада насколько она выросла за месяц после выхода предыдущего видео но для тех кто смотрит первый раз конечно скажу о сроках посева пеларгонию я посеяла 14 января всходы появились на 3 5 день семена я покупала профессиональные и посеяла 7 сортов пеларгонии пикировочка моих растений была в фазе двух настоящих листиков и на момент пикировки пеларгонии было ровно две недели ну как раз где-то в начале февраля я распекировала свои растения как только прошло 10 дней после пикировки я внесла удобрения в виде монофосфатокалия для развития здоровой корневой системы почему 10 дней объясню так как пиларгония не любят перелива а с того момента как только я распекировала растения и полила их как раз вот за 10 дней немножечко они но грунт просох слегка был увлажнен потому что это правило вносить удобрения по влажному грунту для того чтобы во первых корешки хорошо усваивают когда влажный грунт ну и соответственно не допустить ожога молодым корешочка ну и вы знаете вообще я здесь практически все поливаю через 10 дней на стеллажах потому что здесь температура не высокая не жарко и быстрого просыхания грунта я не наблюдаю и получается что у меня полив идет с интервалом 10 дней и соответственно с каждым поливом я вношу удобрения второй подкормкой после монофосфатокалия у меня был вот этот энерген аква стимулятор роста это удобрение содержит микроэлементы хилатной форме а еще через 10 дней я еще раз пролила грунт с удобрения монофосфатокалия и так друзья теперь я чередую каждый полив а с удобрением но уже на будущее у меня пойдет биогумус универсальный уже растение начинает наращивать вегетативную массу видно что корешочки а там пошли в рост и растение уже начинает наращивать вегетативную массу и биогумус универсальный я буду чередовать асфертика люкс вот пока вот такой план у меня по внесению удобрений так где-то около недели назад я делала обработку на своих стеллажах от вредителей ну и пеларгония не стала исключением но это только было в профилактических целях где через 10 дней я повторю эту обработку еще я вношу при поливе немножечко добавляю фитоспорин и также проливаю фитоспорином от грибковых и бактериальных заболеваний на сегодняшний день повторюсь моей пеларгонии месяц и три недели кустики какие-то имеют по 6 листиков и растят 7 какие-то имеют по 5 листиков растят 6 но вы знаете здесь же посеяно у меня 7 сортов и вот уже как только они все тронулись в рост можно уже у каждого сорта наблюдать свою форму листиков и соответственно разный рост хотя я когда пикировала растения они все были практически одного размера и роста все сеянцы ну вот так ведет себя как говорится каждый сорт по-своему пока снимаю видео уже обратила внимание что некоторые кустики начинают закрывать рядом стоящие и буду делать уже небольшую расстановочку в этом ящике чтобы растения которые стоят рядом не чувствовали себя угнетенными чтобы они просто получали достаточно света и развивались кустики равномерно так ну по поводу формировки куста вы знаете я пока вообще не вижу необходимости это делать потому что как это можно увидеть кустики ровненькие кругленькие не вытягиваются я вижу что им света достаточно и пока в прищипке они не нуждаются но вы знаете сейчас они уже активно стали расти и буду смотреть в процессе роста они могут сейчас так себя показать что через неделю уже возможно и будет нужна прищипка ну об этом я конечно буду снимать видео и вам показывать но на данный момент я вижу что формирование кустиков пока никаким не надо ну вот это все что касается сейчас на вот этом этапе развития моих пеларгоний но немножечко остановлюсь на черенках плющилистной пеларгонии в предыдущем видео кто смотрел там видели что я рассказывала и показывала вам как я укоренял а тогда уже были череночки у меня укорененные сейчас я сделаю им перевалку вот в эти горшочки да также еще скажу что пикировочка у меня здесь было в горшочке высота 8 сантиметров диаметр 9 объем этого горшочка 350 и вот в этом горшочки они у меня будут расти до высадки на постоянное место так ну вот опять вернусь к плющилистной пеларгония здесь вот этому кустику я делала уже прищипочку вот он начинает немножечко уже обрастать ну так же вот неделю назад перевалила в такие же стаканчики и сегодня я сделала тоже перевалочку вот здесь ну у меня зональная пеларгония которая на окне зимует я с нее брала череночки но какие-то я уже высадила большие кашпой они на окне сейчас стоят а вот которые были последние поменьше я вот перевалила сегодня вот в такие стаканчики так друзья но еще чуть-чуть вам расскажу о черенках укорененных королевской пеларгонии также я в предыдущем видео об этом рассказывала но в плейлисте можете найти кому интересно посмотрите вот так уже выросла у меня но это можно сказать прикорневая деленочка когда я пересаживала маточный куст пеларгонии там вот такая была детка от корешочка я ее отсадила сделала прищипочку но сейчас вот вот такой вот уже прям кустик получился ну естественно этот кустик первым у меня должен зацвести ну а вот этим товарищем я сделала перевалочку на днях также со стаканов вот в такие горшочки объемом 300 перевалила их и вот здесь они уже у меня здесь с прищипкой все где-то наверное недели три назад была прищипка вот потихонечку начинают растить новые побеги ну вот друзья все что касается черенков королевской пеларгонии на укоренение я их поставила 19 декабря до укореняются они очень долго но иначе как получить и размножить сорт если у нас есть такое желание черенки я срезала с маточного куста который проходил у меня также зимовку в доме ну вот теперь будет немножечко побольше ну вы знаете выпад все таки был вот даже с того момента предыдущего видео там у меня где-то по моему на 3 черенка было больше но я выбрала друзья самые крепкие и сильные кустики и сделала им перевалочку потому что ну вот вы знаете мне как-то вот вот этого сорта мне достаточно я решила уже остановиться на том что есть потому что впереди еще буду посылку получать с вегетативными черенками пеларгонии там тоже несколько сортов ну как бы тоже уже достаточно будет ну вот так друзья вот такое видео получилось на этом я с вами прощаюсь вы были на канале цветочное счастье всего вам доброго до новых встреч